Здравствуйте! В эфире телеканал АРИС Новости. Меня зовут Владимир Антошкин. В Кумертау прошло выездное заседание коллегии Министерства молодежной политики и спорта Башкортостана, а также совещание с руководителями органов управления данной сферы. Городской округ с этой целью посетили представители целого ряда районов и городов республики. На рассмотрение вынесли актуальные вопросы молодежной политики, обсуждали их перспективы. В целом коллегия работала по трем направлениям. Развитие опорных видов спорта, военно-патриотическое воспитание и поддержка молодежных инициатив. Для участников выездного заседания организовали экскурсию по нескольким объектам, а лучшим кумертауским спортсменам вручили ведомственные награды. Накануне наш город принял выездное заседание коллегии Министерства молодежной политики и спорта Республики. Были собраны более 200 специалистов из разных регионов Башкортостана. На площади перед фейерцентрой Дослык гости ознакомились с основными молодежными движениями и опорными видами спорта нашего города. Кадетские классы школ города показали элементы строевой подготовки, а младшие классы кадетов приветствовали участников коллегии патриотичной песни. 14 кадетских классов. Из них 2 полицейских класса по линии МВД, 1 казачий класс, 2 класса пограничных войск ФСБ, 1 класс по линии судебных приставов, 1 класс по линии МЧС. Для обсуждения наиболее актуальных вопросов, связанных со спортом и молодежной политикой, участники коллегии переместились в концертный зал центра. С докладом об организации работы в данных областях выступил глава администрации Борис Беляев. В Кумертау принята отдельная муниципальная подпрограмма развития опорных видов спорта и физической культуры. Учитывая тренерский состав, состояние материальной и технической базы, сложившейся традиции и популярности, были определены 5 видов спорта в нашем городе. И в течение 6 лет целенаправленно реализуется их развитие. Дзюдо, греко-римская борьба, лыжные гонки, тяжелая атлетика, бокс. По каждому из опорных видов спорта Кумертау проводятся масштабные турниры всероссийского и республиканского уровня. Спортивно-визитная карточка Кумертау в последних лет стали турниры на призы главы администрации подзюдо и греко-римской борьбы. На каждой из которых собираются до 300 спортсменов Машкортостана, Оренбургской области и Казахстана. Более 20 лет в городе проводится всероссийский турнир памяти заслуженного тренера России, мастера спорта Советского Союза подзюдо, Сержика Анушавановича Антиняна, основоположника школы дзюдо в городе Кумертау. Развитие опорных и массовых видов спорта напрямую зависит от созданных условий для этого. Борис Беляев рассказал о новинках 2016 года в спортивной сфере города и о материальных поощрениях спортсменов и тренеров за победы на уровне в ПФО и России для стимулирования высоких достижений. Все это повышает интерес к спорту и способствует его развитию. Также глава администрации выразил благодарность за сотрудничество заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан за внимательное отношение к инициативам города, помощь и поддержку и вручил благодарственное письмо. Марат Магадеев отметил успешное развитие спорта и военно-патриотического воспитания в Кумертау, как направление, в которых требуется развиваться городу Республики для здоровой нации будущего. Было очень приятно смотреть на эти подошвленные лица, которые сегодня нам демонстрировали и упражнения с оружием, и рост прохождения. И, конечно же, я думаю, что это готовые кандидаты или готовые курсанты наших военных учебных заведений, которые завтра встанут на защиту нашей Родины. Также заместитель премьер-министра правительства Республики поделился своими впечатлениями от посещения спортивных сооружений города. И сегодня мы уже посетили абсолютно готовый, действующий физкультурно-оздоровительный комплекс с замечательным бассейном. Главное, там есть жизнь, там занимаются ребятишки, занимаются и в тренажерных залах. Но мы посетили строящийся ледовый комплекс 320 миллионов капитальных вложений. И к июню 2017 года объект по плану должен быть введен, и он, я уверен, будет введен. Это, наверное, станет изюминкой не только города Кувертал, но и всей южной составляющей нашей Республики. В рамках мероприятия памятной медалью и грамотой был награжден глава администрации Борис Беляев за значительный вклад в подготовку и проведение Олимпийских и Параолимпийских игр 2014 года в городе Сочи. В продолжение пленарного заседания докладчики рассказали о формировании базовых видов спорта в Республике Башкортостан, обеспечении медицинского сопровождения спортивных мероприятий и повсеместном развитии легкой атлетики. После завершения коллегии гости посетили военно-патриотический клуб «Гефест», где ознакомились с его работой во всех направлениях, а также сами смогли поучаствовать в выполнении таких спортивных дисциплин, как сборка автомата и стрельба. Музей боевой славы является одним из многочисленных достижений «Гефеста». Его экспонаты руководство клуба также продемонстрировало посетителям. Далее гости посетили аудиторию, в которой учащиеся занимаются горной подготовкой и спелеотуризмом, оценив по достоинству многопрофильность клуба «Гефест». Видно, насколько ребята заинтересованы и задействованы в этой работе. Конечно, это благодаря все, опять же, политике руководства, в первую очередь района, города, и, конечно, клуба, и политике администрации именно в заинтересованности развития, как молодежной политики, так и спорта в городе. Поэтому хотелось бы поблагодарить всех за такую настоящую работу от сердца. Большое спасибо людям, которые вкладывают сюда всего себя. В этом году в Кумертау будут работать три загородных лагеря. Первая отправка была организована в детский оздоровительный центр «Горное эхо». Детей на отдых проводили и мои коллеги. Настроением и чаяниями отдыхающих заинтересовалась наш корреспондент Айгуль Мухамедшина. В предвкушении замечательного отдыха и веселых праздников. Именно с таким настроением утром 7 июня собирались дети на площади мира. С этого пункта назначена первая организованная отправка в загородный оздоровительный центр «Горное эхо». Кто-то едет в этот лагерь в очередной раз. Есть и новички. Хорошее настроение. Думаю, что будет все хорошо. Главное, чтобы погода не испортилась, потому что из-за погоды настроение потухнет. Я еду не первый раз, но настроение у меня хорошее. Жду от этой первой смены более-менее лучшего, чего не получилось в том году. Ну, настроение хорошее. От отдыха жду какие-то хорошие эмоции, веселье какое-то. Смена будет длиться три недели. Как пройдут эти дни, в том числе будет зависеть и от самих ребят. Поэтому главное настроиться на активный отдых. Настроение у всех хорошее. Все ждали этой поездки. Тем не менее, перед отправкой немного волновались и дети, и взрослые. Мы собирались долго и ждали. Я первый раз поеду. Есть волнение? Угу. Самое главное, наверное, сейчас пожелать хорошей солнечной погоды, чтобы погода была благотворительной для купания, для отдыха. Ну и всего самого отличного отдыха. Организаторы подготовили для отдыхающих обширную, оздоровительную и развлекательную программу. Все три заезда в «Горном эхо» будут посвящены году кино. Каждый ребенок сможет открыть свои способности и таланты именно в кинематографе. Могут попробовать себя в качестве режиссеров, в качестве операторов, костюмеров, гримеров. То есть много мастерских будет для них сделано. Люди постарались. Администрация для этого прилагает массу усилий в течение года, готовит эти заезды. Думаю, будет интересно, так же, как и в прошлые годы. Всего в Кумертау будут работать три загородных лагеря – «Горное эхо», «Ласочкиное гвездо» и «Зеленые дубки». В них отдохнут и укрепят свое здоровье дети из разных городов и районов республики. В прошлом году кумертауским предпринимателям отдали более 16 миллионов рублей. В этом планируют раздать более 90. Все это в рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса. На минувшем заседании совета распределяли средства по направлениям поддержки. Всего их в этом году пять. Подробнее в сюжете. Более 95 миллионов рублей необходимо безвозмездно отдать кумертауским бизнесменам. Такая задача стоит перед Советом по развитию и поддержке предпринимательства. Сумма рекордная. Больше денег дают только в Москве и Санкт-Петербурге. Накануне в Кумертауской мэрии состоялось очередное заседание совета, на котором распределяли средства по направлениям. Всего их в этом году пять. Компенсация части лизинговых платежей, процентов по кредитам, затрат на приобретение оборудования, а также субсидирование социального предпринимательства и стадии становления. Стартап. Сегодня нам на совете необходимо рассмотреть два вопроса. Первое. Распределение суммы субсидий между видами поддержки. И второе. Установление максимальной суммы субсидий на одного получателя поддержки. Предварительно решено стартап субсидировать до 300 или до 600 тысяч в зависимости от количества учредителей. Желающим компенсировать расходы на приобретение оборудования планируется выделять до 5 миллионов рублей. Тем, кто хочет покрыть часть затрат на лизинг, до 3 миллионов. Остальным видом поддержки достались суммы до 1 миллиона по каждому направлению. Деньги, которые нам выделяются из федерального республиканского бюджета в объеме 95 миллионов рублей, мы обязательно освоим. У нас очень активные предприниматели, которые уже заполняют пакеты документов, оформляют, приходят с вопросами. И освоение будет однозначно. Конкурс открытый. Заранее ничего не решено. И шанс есть у каждого бизнесмена. Такое заявление было сделано в ходе обсуждения. Заявки от предпринимателей уже начали принимать в многофункциональном центре. С 6 по 25 июня проходит конкурс на субсидирование из муниципального бюджета. После того, как бизнесменам отдадут 3 миллиона местных денег, начнется поступление из республиканского и федерального бюджетов. Понятное дело, что деньги получат не все предприниматели, подавшие заявки. Для этого необходимо соблюсти ряд условий. Нужно не иметь задолженности по налогам. Это очень сложно. Не все предприниматели на определенный момент времени не могут обеспечить полное погашение долгов. Нужно именно заниматься тем видом деятельности, которое прописано в программе. Он довольно-таки широкий, но все-таки он есть. То есть банковские организации, страховые компании, игорный бизнес, допустим, они не могут получить эту поддержку. В прошлом году был запрет на оптовую розничную торговлю. В этом году он вернулся, эти виды деятельности. Также предприниматели должны обеспечить, создать рабочие места. То есть, если ты создал два рабочих места, то шансы твои выиграть конкурс очень маленькие. К слову, в Кумертауский многофункциональный центр можно подать заявку и на участие в республиканском конкурсе. Для этого теперь не нужно ехать в столицу Башкортостана. Отдельно отметим, что проекты, требующие финансирования из федерального бюджета, рассмотрит линейный менеджер Кумертау от Фонда развития моногородов Андрей Миголь. В магазинах Башкортостана уже не первый раз вскрывают корзинки доброты. Это специальные короба, в которых можно оставить нескоро портящиеся продукты. Их после раздают нуждающимся. Кумертау не остался в стороне от этого акта милосердия. На очередную выемку товара пригласили и съемочную группу телекомпании «Арис». Акция «Кординка доброты» стартовала в начале мая по всей республике. Суть проекта в том, что в магазины каждого города устанавливаются прозрачные стеклянные контейнеры. В них любой желающий может положить продукты долговременного хранения. Обычно контейнеры располагаются на видном месте при выходе из магазина. На них размещена информация об акции и список продуктов, которые в них можно положить. Напомним, что в нашем городе акция стартовала 15 мая в магазине «Ветеран». Результат, конечно, не тот, который мы с вами ожидали. Да, совсем не тот. Люди, мне кажется, не совсем верят в то, что мы действительно эти продуктовые наборы доставляем до тех, кто нуждается. Как вы считаете, почему так происходит? Ну, именно ведь инвалиды, которые малоимущие у нас, таких очень много. Не то, что малоимущие, много уходят на лекарства у них. На продукты они уже питаются совсем. Ну, а вот по пяти семьям, которые вы возили, какие у них? Ну, ведь они все сказали спасибо, огромное спасибо. И бабушки-то в основном со слезами на глазах. Оказывается, всего лишь маленькая такая помощь, пускай небольшой продуктовый набор. А оказалось, что такая помощь действительно серьезная. Ну, серьезная. Поэтому, я думаю, акцию продолжать нужно и откликаться нужно обязательно всем. Действительно, с подарками еще, это же гости, это общение. Это было неожиданно, потому что мы их заранее не предупреждали. Было буквально звонок за какие-то полчаса до этого, дома вы или нет. И когда пришли с подарком, ну, это вообще многого стоит, наверное. По прошествии двух недель контейнер открыли. Волонтеры молодой гвардии помогли разделить и упаковать продукты в специальные подарочные пакеты. Также в рамках следующей акции от «Единой России» «Урожайная грядка» отдельным подарком в этот раз были добавлены лунный календарь и различные семена. Пакеты семян. И вот, посмотрите, календарь. Лунный. После этого руководством акции были определены семьи, нуждающиеся в помощи, и корзинки доброты отправились по местам своего назначения. Здравствуйте, Надежда Теревна. Здравствуйте, здравствуйте. А можно? Можно, к нам можно. Сегодня мы акцию продолжаем. У нас уже было. Начало акции мы открывали, мы подарили продукты пяти семьям. Сегодня выбрали еще семьи. Вам в том числе. Вы являетесь опекуном маленьких деток. Детки у вас очень хорошие, умнички. Вы очень хорошо справляетесь с обязанностями, но мы понимаем, что иногда сложно. Поэтому хотя бы пускай маленькая частичка доброты наших горожан и вашу семью сегодня тоже вот так вот придет. Это была последняя информация выпуска. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго.